Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте, служа народа! Я хочу обратиться за помощью, так как столкнулся несправедливостью. Мне очень тяжеловато объяснить эту ситуацию. Ну, попробую это сделать. Я Попо Валерий Викторович Ростовской области, города Красного Сулина. В данный момент пока нахожусь военнослужащим города Новочеркасска, часть Теперсяновки номер 91 706 102-го полка. Я действительно себя чувствую как расходным материалом. Да, действительно, Владимир Владимирович, я поддерживал это из своего, я поддерживал вас в этой ситуации. То, что мы нужны народу, то, что самое главное, то, что хочу сказать, то, что да, я действительно сейчас в данный момент расходный материал. моя супруга обращалась и к вам за помощью обращалась в военную прокуратуру. Но никакой помощи не последовало. Да, я как военнослужащий понимаю то, что я никого никогда не оправдывал, то, что выходит в такой ситуации. Ну, я стал понимать, то, что у человека накипает и остается загнутый в угол. Почему я себя считаю сейчас расходным материалом и никому не нужным? За время боевых действий я потерял зубы. потерял зубы и нижний. Я перенес ложные операции. Потерял зрение. Правый глаз вообще не видеть. Левый левый глаз видеть яркость, но не определяете, не может понять кто что и какие предметы. Когда я потерял зубы, я перенес ложную операцию. Есть такие командиры, которые готовы уничтожить свой народ. Да, спасибо, мне в то время помогла военная прокуратура. Я находился на сложной операции. У меня все вырезало. Я был со швами. Лечился. позывной. такой командир лейтенант судья позывной. Я не знаю, как он себе придумал это. Позывной судить значит нас. Ставил меня в Сочи в то время, когда я был тяжелым состоянием, находился в госпиталях. Есть документы, есть факты подтверждения. я совершенно без зубов, ну, как поговаривали, то, что мне комиссуют или как. Я обращался в врачам, чтобы меня не комиссовывали, так как я нужен на СВО. Врачи меня послали в Ростов в госпиталь до главного начальника своего. Есть подтвержденные документы. Я договорился, чтобы меня не комиссовывали, поставили меня по ВВК группу Г. дать возможность долечиться и в дальнейшем посмотреть на меня. Но есть такой же командир майор Ичменев. Они меня направили на СВО недолеченным. я не сожалею ни в чем. Я в дальнейшем на СВО получил травму, потерял терял заверение. Меня продержали в метроте сто втором. лечился за свой счет. Меня возили в госпиталя, выдали все справки, есть справки сто. И врачи говорили в Донецкой республике, Луганской республике, есть документы подтвержденные. у меня срочная эвакуация нужным операционным вмешательством. Ну, это не соизволили сделать командиры. Не посчитали нужным сделать это все сразу. Повезли меня в Луганск на ВВК, потому что все врачи направляли меня срочно на ВВК и на эвакуацию. Врач в Луганске спасибо ему большое вызвали и написали документы и объяснили то, что они понесут уголовную ответственность за меня. Да, действительно, меня продержали больше месяца и поэтому документу, чтобы не понести уголовной ответственности, мне медики со 102-го сказали, что меня будут эвакуировать в госпиталь на лечение и на ВВК. Когда меня посадили в машину, подъезжая границы к России, мне водитель дал документ и объяснил такую ситуацию, то, что этот документ забыл, называется, командировочный. Вот я еду в командировку на двое суток, я совершенно здоровый, по прибытию в полк, командиры позвонили моей супруге, чтобы она меня забрала. супруга сразу же приехала, увидев меня в этом состоянии, забрала меня, привела меня в порядок и сразу повезла меня в госпиталь в Ростов-на- Дону. когда мы прибыли в госпиталь, врач не могу даже объяснить, ну, стал объяснять моей супруге то, что это уголовная ответственность, то, что меня надо было сразу же эвакуировать, так как столько времени меня продержали, оу, меня заживало уже лицо, забыл опять, ну, да, оу, подписал, меня положили на ПВК, врачи очень хорошо относились, лечили, помогали кушать мне, и, не помню, через две недели вроде, ну, есть документы, есть подтверждения, меня направили на эвакуацию в другой госпиталь в Знаменск, в Знаменске врачи тоже очень хорошо относились, помогали кушать, это чистые были, лечили, на каждые мои жалобы реагировали, помогали, лекарства, это все, мне поставили Д, негодные к вооруженным силам, и помогли добраться домой люди оттуда, и есть документ, что отправлен на утверждение в город Ростов-на-Дону, и мне лечиться по месту жительства, все врачи дай бог здоровья здесь Ростов-на-Дону в городе Красного Столина по месту жительства, сразу мне кинулись в помощь лечения, все прохождение уже как на группу меня не бросили, я обращался за помощью здесь нашим, как называется, я забыл, главе мэра, ну, здесь, как говорится, слугам народа города Красного Столина, мне не было никакой неоказанной помощи, не так как, ну, я понял, мы уже свое отдали, никому мы не нужны, также в полку вышло то, что мне не положено никаких выплат, мне не положено ничего, моя супруга обращалась к вам, Владимир Владимирович, в военную прокуратуру Вежи, Министерство обороны, есть подтверждающий документ, но никто ничем не ответил, никому не нужны мы, моя супруга обратилась за помощь ветеранам России, на следующий день поступили со всех сторон звонки из прокуратуры и отовсюду, что, как случилось, стали поступать с моей части звонки с супруги. Мы также выложены везде в СМИ боец Ростовской области, оставший слепой без выплат, и то, что все будут так, генеральные прокуратуры, все следственные комитеты взялись не помогут. Зачем врать? Зачем я одного не пойму, зачем это врать? Это все сделали, звонили, есть также номера, и это все. Звонили с военной прокуратуры, вроде, ну, не знаю, точно или нет, звонили, будто с Донецкой военной прокуратуры, все разбираются, все решаются вопросы, но опять это ложь. Это действительно ложь, а это пользу восковой части командирова, и который также замполит, который, говорил, займется Федеральной службой безопасности ФСБ, меня пугать не надо. федеральной 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 службы